добрый день дорогие друзья сегодня мы попали в одну из теплиц лаборатории теплица по метлайдеру вот и она задумывалась как лабораторию в целом здесь идут стеллажи сюда подается удобрение и обратно возвращаются в систему применение затеняющей сетки позволило создать здесь довольно таки комфортно условие несмотря на то что на улице порядка 30-35 градусов но за счет проветривания у нас воздух заходит северной стороной вот и весь горячий воздух выбрасывается вверх то есть тут такой сквознячок и тут довольно таки прохладно прохладно относительно то есть 25-26 градусов для микрогрина это немножко высоко то есть ему тяжеловато потому что идеально это 18-20 градусов но в целом вот одна из конструктивов которые мы часто рассказывали это теплицы метлайдера вот она в исполнении если использовать затеняющую сетку порядка 40-65 процентов затенения то вот в теплице за счет проветривания можно создать очень хорошие условия мы сюда нашли здесь прохладнее чем на улице вот поэтому здесь растениям более комфортно пока экспериментируют пробуют различные варианты выращивания как стеллажа микрогрин гидропоника то есть это вот сейчас тестируется чтобы наладить систему и чтобы осень зайти уже с отработанной модели поэтому почему вот стеллажи мы недавно говорили про вертикальной фермы то есть вот один из прототипов вертикальных ферм когда у нас находится растение на стеллажах и этих стеллажей может быть бесконечно много но здесь оно ограничено тем чтобы человек свой естественный нос мог спокойно обрабатывать без дополнительных средств лестницы всего прочего все стеллажи здесь есть светодиоды освещения то есть мы можем при необходимости это все включать здесь есть центральное освещение но сейчас оно как поэтому вот один из таких довольно компактных интересных теплиц которая в принципе классика по метлайдеру с верхним и боковым проветриванием с применением затенения с автоматизацией верхнего проветривания здесь стоят приводы которые открывают это все в автоматическом режиме а конструкция позволяет подвешивать самое различное оборудование то есть светодиоды здесь здесь будет установлено и отопление то есть инфракрасное отопление инфракрасные пленки освещение то есть система полива все это вот в таких теплицах очень удобно монтировать при этом всем теплица еще дополнительно разбита на несколько помещений причем они абсолютно одинаковы по комфортности за счет вот верхнего проветривания у нас разбиты в фрамуге одно помещение второе помещение вот у нас мы можем одного помещения спокойно попасть во второе помещение которое пока что на ревизии готовится к старту сезона но в целом вот такая теплица 5 на 8 она позволяет сделать два помещения по 5 на 4 и спокойно выращивать разные культуры создавать разный климат можно даже вообще то есть сделать одно помещение отапливаем второе не отапливаем есть самые различные варианты компонации теплицы делали перед этим вот вариант когда вот одна третья теплица это зимняя а две трети теплицы это весеннее осеннее что мы получаем мы в зимней теплице выращиваем вот и ее можно запустить значительно раньше на месяц полтора до двух чем весеннее осеннее получить там рассаду а потом растения которые есть в зиме перенести весеннее осеннее получить урожай значительно раньше причем отопление которое заложено на зимнюю теплицу его в принципе хватит на весеннюю осеннюю для того чтобы избежать нулевых провалов по температуре то есть чем нюанс зимняя теплица к примеру рассчитана на то чтобы выдерживать морозы до минус 25 но если нам весенние теплицы надо выдержать всего лишь ноль то вот эту температуру мы можем поделить использовать эту мощность как бы для отопления как зимний тире весенний осенний поэтому разные комбинации и эффективность по теплице можно получить за счет того что мы можем по-разному использовать то есть теплицу зимнюю весеннюю осеннюю вот но вот митлайдеры в чем их удобство это то что они довольно функциональны то есть как летом вот тут довольно прохладно и главное комфортно растения так и зимой потому что утепляя ее можно получить герметичное помещение где будет тепло отопить и дальше выращивать урожай как для себя так и для бизнеса вот основные нюансы что я хотел рассказать показать то есть вот теплица такого вот дачная террофермерского масштаба потому что 5 метров шириной влезет на любой участок длина 8 метров тоже на любом и это теплица может полностью закрыть выращивание салатов зелени для семьи как весенне осенний период так и в зимний период тоже причем в чем нюанс то есть чем больше теплицы теме как бы дешевле отапливать в плане на метр квадратный поэтому вот начинает 40 50 60 метров в принципе уже можно как бы уходить в зиму а тепличка вот когда-то нас там спрашивали 3 на 4 3 на 6 построить зимнюю теплицу но это очень большие теплопотери то есть вот в несколько раз будут больше на квадратный метр чем взять теплицу там 50 квадратов то она будет по энергоэффективности лучше чем примеру теплица в 12 квадратов вот основные нюансы которые я хотел рассказать по поводу выращивания в теплице и вот на примере теплицы метлайдера ждем кстати ваши комментарии по такой конструкции как вы выращиваете в летний период и нужно ли вообще теплица в летний период хотелось бы услышать непосредственно от вас с учетом того что у нас настолько становится непредсказуемый климат что лето бывает как очень холодное так и очень жарко иногда надо спасать растение от холода иногда от жиры поэтому как вы смотрите на вот эти все моменты но и третий момент при необходимости эти все конструктивы то есть все это оборудование все впрочем в принципе можете заказать посмотреть более подробно на нашем сайте а с вами был александр эко теплица живите в гармонии с природой в ритме прогресса до новых встреч александр 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 александр